Отзывание апостола Павла к римлянам, 10 глава, 7 по 10 стих. Рускочудно Бог устроил. Как раз это сегодня и считается. Или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести? Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог подкресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует в праведности, а устами исповедует по спасению. У меня складывается такое впечатление, что вот эти слова никогда в русской православной церкви не читали. И не знают. Вот прочитали сегодня, вот это будут читать во всех храмах. В Азии, в Европе, в Америке, в Австралии, в Африке, везде читается так же нарядом уже. О чем речь идет? Кто пойдет на небо? Зачем? Христа свести. У людей-то ведь понятие было о Христе не такое, как у нас. В Израиле было такое мнение, что если весь Израиль два раза, две субботы не нарушит ни один человек, Бог обязан послать Сына. Обязан. Потому что мы субботу выполнили. И вот они рассуждали, а какой он будет? Эти рассуждения шли не на уровне пастухов, а на уровне академистов, докторов богословия. И они приходили и спрашивали, ты кто? Пророк? Иоанна Креситель. Ты Христос? Они Иоанна Креситель за Христа считали. И они не знали, а может быть это был один из пророков, да он был? А когда умер, а где они находятся, это никто не знает. Это тамыдовы нас. Иудеи считали, что все находятся в Шаоле. Шаол это промежуточное место, как бы очистилище по католике. Это 14 глава порока Исаии говорит. Умер там кто-то, а там на престолах своих в него всматривается, ты ли этот колебавший вселенную, разговаривает. И вот Павел пишет к римской церкви, где были евреи и язычники. И говорит, главное для нас это Христос. Христос это конец закону. За закон не надо цепляться два, три перста. Два раза в интервью это законники. Они Христа не знают, эти люди как должно. Верка много. А Павел говорит, подвижайтесь, все единодушно, в одних мыслях за веру, не православную, не католическую, не баптистскую, а евангельскую. Не просто по названию евангельства, а по Евангелию надо смотреть. И вот здесь, корифея мысли Павла, настолько она непонятна. Кто зайдет на небо, чтобы Христа свистеть? А разве где-то было написано, что кто-то из земли должен идти, уговаривать его брать за руку и сводить? Этого нигде нет. Апостолы приводили, Андрей привел Петра. Крихорис, такое было. Но они не знали как. Поэтому одна из версий была такая, что кто-то из праведных, который будет на небе, такие как Самуил, Мой, и они там уговорят Христа, и тогда они явятся, как на горе по воле. Они приведут. У нас-то сегодня мнение, наше знание о Христе не в тысячи, в миллионы крат, выше, чем было у тогдашних иудеев. Мы знаем, его сводить не надо было. Он от Духа Святого родится от Девы Марии. А они все это разрозненно держали. Пророк это один, Христос один, раз другой, а это был один и тот же. Пророк большой буквы и Христос, и Посланник, и Мессия, и Сын Божий, и Сын Человеческий. Это все он. Они этого не знали, они думали, что это все друг за другом будут идти. Или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Вот когда же с Иудеями было разговаривать, нам будет сегодня непросто. И у них были веские доказательства, что кто-то из праведников умрет, а Христос там, что он делает, тоже неизвестно, и оттуда его возведет. Ну хорошо, Павел доказал, что это не так. А как? Доказательство Павла просто шокирует. Он вообще ни на чем не основывает твои доказательства. Близко к тебе слово. Вот оказывается, где ответ. Я выделяю его. Он говорит, с неба кто-то видит, а ты словика считаешь, Христос говорит? Там написано, нету, зачем же ты говоришь пустые слова. А из ага, близко к тебе слово. К русским-то оно не было близко. И поэтому мнения о Христе, о спасении были очень туманные. Это в монастыре. Хоть один бы из родственников ушел в монастырь, всех отмолит. Это обман. Нет такого в Писании. Ты хочешь знать, что Христос не изведет? Близко к тебе слово. Сойди с утра пораньше, читай, узнаешь, как там на небе дела обстоят. Ты хочешь узнать, как дела в преисподней? Близко к тебе слово. Оно на столе Библия. Оно в сердце у тебя, в хижине твоей. На престоле сознания твоего. Близко к тебе слово. На все ответ. Близко к тебе слово. Так у нас ответа от этого нет. И у русских людей не было. Не было Евангелия. Вообще не было. Велитель Ростовский. Это митрополит. Написавший, собравший жития святых. Там нафантазировал. Конца края нет. Так быть может. Но. Сделав поездку однажды по епархии. Он пришел в буржус. Читать не умеют попы. На слух берут. Те, что запомнили, то есть. Вообще не знают. В мерзких сосудах хранили причастие. Он спрашивает о причастие. Они даже не понимают, о чем говорит. Попы берутся, как кровь в алтарях. Сказал и собор говорит. Всякие волшебства. Говорит. Вот просто говорит. И то неприятно. На самом деле, рождается ребенок. И как говорится, в рубашке. Охотанный. Вот это засушивали и клали на престол, чтобы ребенку было хорошо. Когда женщина нечистая, ей заходить нельзя, а не на алтарь клали. И это все отражено в канонах. Даже не знаем бедны, в которой была Россия. Только одно знание. Никто Россию оттуда не выведет. Но близко к тебе слово. И никто до России ходатай с неба, никаких терапимов не приведет. Близко к тебе слово. Смотри в Слово Божие. Без Слова Божия пришла революция. Во всем мире не было такой революции. Напоминаю, 180 тысяч священников-монахов. И по такому году 150 тысяч было убито. Тысяч. У каждого была жизнь, радости, горести. Все пошло под нож. Архиерея не повезла на прием. Пробились коммунисты, большевики. 200 архиерейских голов скатилось. И ничего не поняли. Причину не нашли. А причина одна. Близко к тебе слово. Не было Евангелия. Где оно? В устах твоих. И в сердце твое. Павел. Мы послание получили для Барнаульской, для Потеряйской общины. Можем ли мы сказать, что слово, то есть ответ на все, к нам так близко. В сердце и в устах. Не на логиках у нас только Библия лежит. В других-то сарклах и этого нет. Не на стенах только надписи. Но внутри, в сердце поверить, а дальше в устах, перевести на устах, устаный язык. Научиться об этом говорить. Дети о христе не рассуждают вообще. Они непрерывно трещат. У них голова дырявая совершенно. Нисколько не держат. Он ничего не узнает, только вот слышит, и уже тут же торостит. А можно их исправить? Повторяю, нет. Это племя неисправимое. Единственная единица, которая Христа познает, а они будут деревенские, они точно такие же. Деревенские. Когда говоришь о Боге, у него скучный или лукавый вид? Ни один ребенок не подошел и не спросил меня ни разу за все время. Вот теми вопросами, которые иудеи спрашивают, мучают друг друга. Вы заметите, 12-летний Христос, 12-летний, и он привел в смущение законоучителей и задавал им вопросы, когда его искали, он в храме оказался. Но и они не сказали, что он с неба упал, но это один из гениальных иудейских детей, именно так. А и сказали, как Христа свести, какие-то слова заклинательные бы сказать, и вот тогда бы нам было хорошо. И вот говорит предание, что мальчика вознесло, а потом опустило. И что они у него узнали? Мальчик им сказал, я слышал там пение. Какое? Тут же старописцы, тут же все магнитофоны ему. Если бы сегодня... Что ты слышал, скажи. Мы хотим также Бога твоего. Святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные. Сразу же подправили. Это одна ангела, а мы так не можем. А охота. А мы скажем, помилуй нас. Это его имена. А армяне добавили, распнуйся за нас. А православные сказали, это ерес, на небе он там еще не распинался. То есть, во что ударились? Почему мальчик не сказал? Горе вам, люди, живущие на земле, что Христа не знаете. Что слово оставили. Что слово... Не в сердце не вошло, не в устах. А в сердце, если слово не вошло, в устах не вошло. Ни о каком спасении нет речи. Ни о каких молитвах, милостырных, заупокойных можете не вести речь. До меня мило. Помолятся, в храм подадут. Это обман. Обман на каждом шагу. Дальше апостол Павел говорит так. То есть, слово веры, которое проповедуем. Не которые сектанты будут проповедовать. Издеваться на Словом Божьем. На которое мы, апостолы, проповедуем. И там в этом слове было сказано. Что в преисподнем он будет христом только три дня и ночи. Три дня. И он выведет тех, которые готовы были, которые ожидали. И с неба он сойдет по любви Божьей. Так возобил Бог мир, что отдал, послал Сына Своего Единородного. Где-то, ну, прочитали Слове. И оно должно в устах наших звучать. Есть люди, которые проповедуют непрерывно, зная истину Господню. Обычно так. Ну, что-то мы делаем днем, что-то в празднике, в будни. Ну, ночью что-то бывает. Срочная какая-то работа. Что-то делаем в дороге, что-то делаем дома, в газах. Но есть одно дело, которое нужно делать всегда, везде, непрерывно. Во время и не во время. И вы знаете его. Итак, проповедуем во время и не во время. В России когда это было? У кого? Ну, назовите одного архиерея. Чем он занимается? Сбором почем. Исак. Татар-монгольский собирается в попов нерадивых. Больше ничего нет. Ни разу на перихоральном совете не было отчета по проповедям. Сколько он говорил про проповеди, в какие дома находил. У еговистов, которые ходят по домам, стучат, у них отчет дается каждый месяц. Он должен 130 домов в месяц посетить. Руководитель. Каждый обязан не менее 40 семей посетить. Я вам говорил, как наши, которые уехали, были в Голландию, а потом во Францию. Она говорит, я получила письма, она говорит, я приехала во Францию и думаю, как бы еговистам-то найти, которые знакомые в Голландии-то, там же остались-то, им-то рассказать. Я только подумал, стучат в дверь. Оказывается, я у него в Франции, эти же еговисты. И здесь две благообразно одетые женщины стали говорить, там нельзя противоречить. Я сказал, верил в святую троицу, они поблагодарили, книжку дали, отошли. Батюшка поехал в Австралию, там они поехали в Грецию. В Грецию государственный закон, там запрещено многое. Им нет запретов. Они при Гитлере в лагерях проповедовали, бибель-форшеры. Гитлер поставил задачу ни одного еговиста не оставить. В Советском Союзе они были вне закона, но он в Грата. Их всех сажали и сажали. Самая быстро распространяющаяся секта. Да у них ничего и нет. Вообразим, что если бы православие проповедовало Слово Божие в устах и в сердце. Даже вообразите, да, уже царство небесное было бы на земле. И это сегодня не понимает ни патриарх, ни сенот, никто. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, не просто Мессием, а Господом Богом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых. Это самое главное. Если не веришь, что он воскрес из мертвых, Бог его воскресил, вера наша отчетна, мы еще возрели. То спасешься. Отсюда вывод. А если не будешь считать проповедовать, не спасешься. Позаботьтесь о своем спасении. Друг другу рассказывайте о Боге. У нас вот такая, ну, нынче вроде одна девочка сказала, я зимой хочу к вам ходить по собранию. Блаженно ты будешь. Если ты будешь это делать, ты много будешь слышать. Душа твоя будет спасена. Ты родилась, ты умрешь. Но где будешь после смерти, в воду или в раю? Каждый день около нас ангел пишет, что делали. И демоны пишут, что мы делали. Потому что сердцем верует в праведности. Вот это мне непонятно. А раз праведен, должен в раю. А Павел говорит, а устами исповедовать ко спасению. Может быть праведным, вывод прямо напрашивается. Жить хорошо, свято, чисто, не проповедовать и не спастись. А почему? Палан закопан оказывается. Он его не настратил. Потом я только ответ нашел. Кто никому не исповедует, позаботьтесь. Ты скажешь, нет кому. Поверьте, что это неправда. Скажи, ложка у тебя есть. Поставь ложки на стол и поповедуй. Кого вам есть? Кошка? Иди, я каждый день проповедую голубям. Залаживаю голубя тебе, поздравляю их, крестовствую с ними, разговариваю с ними и говорю им о Господе. Каждый день. Каждое утро. Даже птичку видишь, растение, жучка. И тогда скажи, вот он такой жук или лягушка, она нам страшная змея, она не виновата. Тебя такой Господь сотворил. И все дышащее заславит Господа. О, владыка. И в этой твари ты полезешь. Слушай, почему он дождь? Всем это не убрали. Из нее у Бога все вымерено. У Бога все промыслительно. И то, что юридики возникают, и коммунисты пришли. Все это от Бога. От Бога. У Бога все вымерено. И ты научись его исповедовать. Во всем увидеть таинственно, как за пологом, забота Бога скрыта для нас. Почему? Для чего этот колорадский жук, мыши, глисты? Господи, я не знаю. Мы выводим это. А не знаю. От чего это? Самое главное. Слово Божие имей в руках. 1 Петра 1,23. И как возрожденный неотленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего вверх, укрепляйте души свои, от слова Божия. Как может священник это говорить, когда у народа не было Евангелия? Его с великим трудом перевели архиереи, мертвов стали, не давали переводить. Вначале переводить перевели. Все. Все архиереи поднялись. Практически все. 30 лет называется тяжкое реакционное время. И тогда кое-кое как уже через 30 лет заново начало. И какое? Библейское общество британское. В России. Без всяких комментариев вы знаете на русский язык. Россия богатая талантами. Были обращены евреи, как Хольсон, Данила Враамович. Каких-то переводчиков книг, все это отображено. И их преследовали. Нам и сегодня еще об этом надо плакать. 1 Петра 1, 25. Но Слово Господне пребывает вовек. А то есть то Слово, которое вам проповедано. Ну, допустим, скажут, Слово Божие вечное. А дальше добавить нужно, которое мы вам тысячу лет на Руси не проповедовали. Не надо узнать, что проповедовали. Если Кирилл Туровский проповедовал, так это уже святой. Да еще как проповедовал, там недостатка правителей, это ни одного слова. Царя никто не обличил. 300 лет династии Романовых, и никто не обличил. А там и массовны были, как Павел Пьер. Сейчас готовится его канонизировать за то, что табакеркой убили. Бедная и несчастная страна, лишенная Евангелия. 1 Тимопеев 4, 6. Внушая сие, братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа. Питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Ты хочешь написанным быть, добрым учением. Считай Евангелие, послание Павла, которое вам проповедовалось. Не каждая книжка, не каждый, кто говорит о Христе правильно, а только тот, кто по словам апостола Павла. Деяние 10, 43. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий у него получит прощение грехов именем его. Оказывается, все пророки говорили только об одном, что прощение во Христе, что он умер за нас, что он любит нас. Это разоконие 30, 14. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот как в оригинале написано. Павел привел это место. Оно близко к нам, не для того, чтобы покрасовать, а чтобы исполнять его. И все время думать о том, а вот я здесь как бы поступил? Не знаю. Обстановка очень необычная. Слово Божие скорее. Кто-то рядом. Как ты думаешь, ой, дядя, нам как можно поступить? А вот к нам приедут еретики, вот спрашивают. К нам приехали. Как вы с ними обойдетесь? И мы должны знать. Еретика нельзя приветствовать. Значит, приветствовать нельзя говорить. А можно сказать добрый день. Приветствующий его в их делах участвует. А потом, канон. С еретиками обращаться кротко, чтобы обратить их. Нужно дать сравнение, что наше учение намного выше, чище, цельнее. Оно не раздробленное. Галатам 3.2. И я только хочу узнать от вас, через дела или закона вы получили духа, или через наставление в вере. Через подражание. В православии было. Не через наставление в вере. Когда сегодня говорят, а у нас идут занятия. Священник ведет. Я до того раз. Я говорю, а как он ведет? Дальше начинаю разбирать, ничего и нет. Практически никак. Вот мы ведем занятия в университете. Я не раз видел. Приходил там. У нас внизу был местный барнаульский священник. Старообрядческий. Я его знаю. Наше хорошее отношение. Он к маме приезжал. Я его думал, вот, скажу, а все-таки, пойдем. Никогда не придет. Вы не думаете, что он не любит Слово Божие. Просто не любит. А как за ребенок? Наконец, я узнал, что у них исследует Слово Божие. Я напросился и прибыл к ним. Начали. Открыли рамки на русском языке. Стали читать. Я даю ему записку. Я хочу сказать здесь. Вот сказали неправильно. Он не дал мне ни одного слова сказать. Ни одного. И, значит, и не пришел туда послушать. И здесь не разрешил. Причина одна страх. Страх перед своими, что его сразу встречаешь. Его сразу снимут сам. Ну, как он здесь это обстановка, видите. Это что означает? Мрак. Слово Божие сделает ненавистым. Слово Божие делает человека храбрым, мудрым, целомудренным, чистым, святым, нежным. Ничего этого нет. Одна дикая мстительность и свирепость остается там, где нет Бога. Бойтесь такого состояния. Не думайте, что прилепился я к хорошим людям, и у меня все будет ладно. Не будет. Вы знаете, здесь у нас жил один. Сто свиней держал, а другой двух поросят. И тем дать вовремя не мог. Даже по-телесному. И то люди разные. Римлянам 1, 16. Ибо я не слежусь благовестования Христова, потому что оно, благовестование, есть сила Божия. Как спасение всякому верующему. Оперусь Евдей и потом Елене. Слово Божие не надо следить. Вот сами подумайте, почему вы не свидетельствуете другим? Меня один человек спросил, а на работе все знают, что ты верующий? Все с первого дня. А где обедаешь? На работе. А когда садишься, ну где там обедаешь? Ты экспертное займ не совершаешь? Я говорю, нет, я про себя молюсь. А почему ты не молишься так? Да как-то люди смеются. Ты подумай. Может ты боишься? Я не боюсь. Но я на завтра, когда решил перекрестить, у меня как два пуда на руке лисеют. Враг устроил драку в этом же день здесь, из-за моего крестного знания. Но это был прорыв. И я понял, нигде, никогда не надо уступать ничему, только следуя за Христом. Я перекрестился, и сразу все отпало. Крестное знамение – это великая сила на дьявола. Не бойтесь нигде совершать крестное знамение. Селли в поезд, в автобус, сразу перекрестился. Пусть все видят. Я исповедую крест, животворящий моего любимого Христа, который умер за меня. 2 Иоанна 1,7. «Ибо многие обольцители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти». Такой человек, если обольцитель и антихрист. Пришедший во плоти – это означает он раскат. Дух не может быть раскат. А раз раскат, я его исповедую, пришедшего во плоти. А те, которые не совершают крестного знамения, и прямо подпадают обольцители и антихристы. Так давайте ничего не надо оказывать. У нас одна семья обратилась к православию из баптистов. Бывшая когда-то православная. Я ей много говорил, а брат приехал верующий. Не по плоти родной. И говорит, а почему вы не креститесь? У нас не принято. А вы знаете, что печать будет на челой, на правую написано? А почему начало на правую руку, не знаем. Ну вам как-то проповерить, вы же баптисты. Не как. А Екрем Сирин сказал, чтобы человек не мог совершить крест животворящий. На правой руке мы правой рукой крестим. На правой и на лоб. Ты запечатлен уже. Значит, на вас уже отвечает. Да как же, я могу перекрестить? Перекрестить? Она перекрестилась и говорит, я всему верую православному. К крестному знамению Сатана сразу отшатнулся. Сила какая в крестном знамении? Деяние 8.37. Филипп же сказал ему, если веруешь, от всего сердца можно креститься. Он сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. Ты веруешь, что Иисус Христос есть Сын Божий? Можешь креститься. Ты веруешь, что Иисус умер за тебя? Тебе дверь уже в рай открыта. Ты веруешь, что Он кровью твоей ощущает всякого? Неси, я буду весть другим. Иоанн 12.42.23. И из начальников многие уверовали в Него. Но ради фарисеев не исповедовали. Чтобы не быть отлучены от синагоги, то есть от своей церкви. Ибо возлюбили больше славу человечеству, нежели славу Божию. А те люди, которые ходили к нам, а сейчас не ходят, это возлюбили славу человечеству. Чтобы их одобрили, там не отлучили. Причина-то в одном. Больше ничего здесь нет. Их лишил сатана всего этого. И внутри мира никакого нет. Мира, где Христос. Если вам будут запрещать где-то слушать Слово Божие, никому никогда не подчиняйтесь. Я пошел на благовестие. А кто благословил? Иисус благословил. Дух Святой благословил. Иногда пишут вам. Не теряйте переписку. Больше пишите. А Господь. Тем более у нас есть что послать сегодня. Сколько у нас книг? Лука 12.8. Сказываю же вам, всякого, кто исповедует Меня перед человеками, и Сын человеческий исповедует перед ангелами Божиими. Если разбойник просил только имя его помянуть в царстве, и то Господь даровал царство небесное. А если обещано, что ангелы перед ангелами исповедуют? Исповедуй каждый день. Где бы ты ни был, остановись, где никто не видит. И скажи, вся тварь служит мне, а я грешник. Прости меня, Господи. Ты можешь разговаривать со всем, что окружает тебя. В Писании говорится, разговаривай с деревами, разговаривай с косиками, с землей, проклята за тебя земля. О, земля, земля. Креп к земле обращается. Ты разговаривай со всем. Понимай, что все это может послужить тебе на пользу. Евреям 3.12. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Под разными лукавыми причинами. Я вчера об этом говорил. Напоминаю, едите в город, ни пояса не снимайте, ничего. Город у вас не приклеен, и слава Богу. Еще до этого не дошли. Свидетельствуйте Богу чисто. Содержа начинается с крестного знамения. А сама из милиции, выходишь, ты перекрестился. Уже ограждение. Милиционер спросит, может даже отжиться на это? Не важно. Ты увидишь, как все у тебя будет по-другому. Ты скажешь, Господи, я тебя не постыдился, защити меня. Иоанн 1.12.13. А тем, которые приняли его, верующим во имя, его давать быщадами Божьими. Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Этот вопрос ставьте себе. Если ты родился свыше, когда? У тебя метрики есть. Во сколько ты родился, значит, духовно ты когда родился? Назови эту дату. Ну, приблизительно хотя бы. Ну, может ты забыл там, ну, день-два туда-обратно. Когда ты услышал Слово Божие, и семя дало росток, только тогда. А если этого не было, поверь, может быть, ничего еще не было. Начни сначала, и не поздно. Ты в один день можешь наверстать всю свою прошедшую жизнь. Лука 8.15. А упавшие на добрую землю, это те, которые услышат Слово, хранят его в добром и чистом сердце. И приносят плод в терпении. Без терпения плод не принести. Обязательно будут какие-то искушения. И человек отступает от Бога. Филиппийцам 3.9. И найти в нем не со своей праведностью, которая от закона, но со своей, которая через веру во Христа. С праведностью от Бога по вере. И так, кто сведет Христа с неба? Слово близко. В устах наших. В сердце нашем. И там мы находим Христа. И он говорит, кто примет меня, мы придем с Отцом. И отец имя Него сотворил. Аминь. Аминь.